Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Мария Журавлёва. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В Елапурском институте стартовал второй этап международной исторической школы. Проект Казанского университета победил на Всероссийском патриотическом фестивале. В научно-клиническом центре состоялся круглый стол по вопросам диагностики лечения COVID-19. Каждый второй выпускник школы в 2021 году будет обеспечен очным бюджетным местом в российском ВУЗе, заявил в среду глава Минобранауки России Валерий Фольков в рамках правительственного часа в Совете Федерации. Каждый год в этом году на 9% больше по отношению к предыдущему. И так мы нарастающим итогом каждый год будем увеличивать количество бюджетных мест. В основном дополнительные бюджетные места на 90%, не менее чем на 90% уйдут в регион. В Елапурском институте Казанского федерального университета стартовал второй этап международной зимней исторической школы. Все подробности в следующем сюжете. В ходе торжественного открытия участников поприветствовали организаторы форума. От лица Российского исторического общества с приветственным словом выступил директор службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин. От имени коллектива ученых Казанского университета гостей поприветствовал ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Прежде всего хотел бы поблагодарить Министерство образования и науки России, Российскую академию наук, Общественную палату Российской Федерации, Российское историческое общество за высокую честь и предоставленную Казанскому университету возможность проведения очередного второго этапа международной зимней исторической школы в Татарстане. В течение пяти дней в ВУЗе проведут лекции руководители, ведущие ученые и специалисты академических и университетских центров, а также музеи страны. Планируется проектная работа в группах, экскурсионная и культурная программа. Мне очень радостно, что коллеги признали успех первого этапа исторической школы и снова доверили Казанскому университету проведение. Ну и, конечно же, очень приятно, что в этот раз мы стали ответственными за прием этой школы, за проведение деловой программы, экскурсионной программы. Тематика конференции станет ролью России в глобальных исторических и экономических процессах, истории взаимоотношений нашей страны с другими государствами, особенности внешней и внутренней политики, в разные периоды развития, а также истории народов России. Елизавета Никитина, Айдар Нурмиев, Универньюз. В Екатеринбурге состоялся финал второго Всероссийского фестиваля патриотических и социальных проектов «Живая история». Участие приняли 80 представителей из 53 регионов России. По итогам конкурса первое место занял проект «Маршрутами героев Казанского университета». «Маршрутами героев» — это городской социальный проект, главной целью которого является просвещение жителей города о героях Великой Отечественной войны, чьи имена увековечены в названиях улиц и остановок Казани. Улица Халева, улица Карбышева, улица Генерала Чуйкова. Все эти улицы нам известны. Так, благодаря коротким аудиосообщениям в общественном транспорте, жители города узнавали о подвигах и судьбе героев Великой Отечественной войны. Идею проекта жюри оценила очень высоко, несмотря на то, что Казанский университет участвовал в фестивале впервые. «Идея вроде бы лежит на поверхности, но мало кто ее замечает и реализует подобный проект. Отметили очень сильно то, что все остальные проекты, они имеют больше направленности именно реализации в образовательных организациях, каких-то патриотических школ, смен, и затрагивают достаточно большие финансовые ресурсы. А данный проект, он реализован фактически с нулевым бюджетом, то есть, а выхлоп при этом очень большой». Напомним, что идея была реализована в прошлом году в Год памяти и славы. В роли дикторов выступали как сотрудники, так и студенты Казанского университета. По словам Екатерины Панковой, проект еще не завершен, ведь информационный аудиобанк может использоваться каждый год. «Благодаря победе мы надеемся, что получится развивать данный проект и возможно расширять базу улиц, потому что именами не только героев названы улицы, но и, например, ученых, других каких-то общественных политических деятелей. То есть проект можно масштабировать и продолжать его реализацию». В Научно-клиническом центре Казанского университета состоялся круглый стол по вопросам диагностики, лечения и вакцинопрофилактики COVID-19. Подробности в сюжете. В рамках года науки и технологий обсуждается актуальная тема борьбы с пандемией. Институт фундаментальной медицины и биологии совместно с отделением Академии наук Республики Татарстан организовал круглый стол, посвященный коронавирусу. «В чем особенность? Мы имеем здесь классическую встречу практикующих врачей и фундаментальных ученых». «Мероприятие направлено на общую аудиторию, то есть не на конкретных специалистов. Круглый стол именно для того, чтобы обсудить проблемы общества, какие вопросы есть в обществе к врачам, что могут врачи сказать обществу». Докладчиками стали члены Академии наук Республики Татарстан, члены Петровской Академии наук и искусств и профессора Казанского университета. Задача мероприятия – прийти к единому мнению о противостоянии распространения заболевания. «Осветить самые актуальные проблемы, акцентировать, конечно, внимание на Республике Татарстан, у которой, скажем честно, есть очень хорошие успехи, и обсудить проблемы вакцинации, поскольку наверняка многие знают, что есть целая куча такой антипрививочной кампании, которая не имеет под собой никаких научных обоснований. И мы надеемся, что в ходе очень кратких докладов с разных сторон, из разных учреждений, мы выработаем какую-то общую позицию». Напомним, что Казанский университет первым среди вузов совершил прорыв в изучении COVID-19 и открыл специальную клиническую больницу. Арианна Кугушева, Ленардо Блетяров, Универньюз. Директору Института психологии и образования Казанского федерального университета Айдару Калимулину присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы России» за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов. Документ опубликован на официальном интернет-портале «Правовой информации». Казанский университет объявил о начале конкурса на соискание медали и премии имени Николая Лобачевского за выдающиеся работы в области фундаментальной прикладной математики. Подробнее о конкурсе в нашем следующем сюжете. Николай Лобачевский – великий ученый, основоположник неевклидовой геометрии, выпускник и выдающийся ректор Казанского университета. Международная премия имени Лобачевского – награда, присуждаемая Российской академией наук за выдающиеся работы в области геометрии, была учреждена в 1895 году Казанским физико-математическим обществом. Она входит в первую десятку самых авторитетных математических премий. В конкурсе могут участвовать российские и зарубежные ученые персонально. На данный момент имеется пять зарегистрированных номинантов, и, возможно, кто-то из них станет лучшим и получит награду. Мы должны проверить, опубликована работа, когда она опубликована, она признана ли мировой математической общественностью, а потом, какое она имеет значение для развития самого направления математики, куда относится эта работа, и для ее приложения. Вот со всех этих точек комплексы рассматривается эта работа. А потом еще тоже мы обращаем внимание, не присуждалась ли ранее для этой работы какая-нибудь другая премия. В музее имени Лобачевского хранятся портреты всех обладателей одноименной премии. В новейшей истории Казанского университета тоже есть имена двух лауреатов. Это Ричард Мелвин Шен, профессор Калифорнийского университета, который получил награду в 2017 году, и Дэниел Вайс, профессор математики университета Могила. Он был удостоен премии в 2019 году. Музей первого ректора Казанского университета открыли к юбилею ученого. Тогда, после длительного перерыва, возобновили конкурс. Сейчас премию и медаль имени Лобачевского присуждают раз в два года. В состав жюри вошли представители не только Международного математического сообщества, но и российские ученые. Всего 16 человек. Среди них представители и Казанского университета. Отправлять свои работы на конкурс могут не все кандидаты. Имеют право академические институты и Академии наук, как российские, так и зарубежные. Имеют право университеты, имеют право какие-то крупные организации, научные или научно-технические, которые зарекомендовали себя очень высоко в российском и международном пространстве. То есть самого движения у нас невозможно. Прием работ на конкурс идет до 30 июня включительно. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. Победитель будет определен до 30 сентября. Инжеми Небаева, Универтньюз. На этом все. В студии была Мария Журавлева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова